друзья всем привет с вами я дима канал владелец аквариума сегодня суббота и кое-что соорудил у меня тут была литровая баночка все я обещал вам сделать видео но так и не сделал литровая баночка два месяца в которой жил эпипремном который вот сейчас здесь жили буцефаландры чувствовали себя отлично я ее не брызгал не поливал не добавлял воду все само собой было но я ее сегодня разобрал потому как виты у нее не очень был красивый и вот приобрел такую емкость на 18 литра вообще-то емкость для спагетти также включу свет вот с такой крышкой найдет значит что я сюда поместил все тут же эпипремном в принципе ради него это все и затеял чтобы было больше места чтобы он рост себя вот здесь именно в таком аквариум не аквариуме прошу прощения полюдариуме он чувствует отлично вот эпипремном посадил также здесь буцефаландры буцефаландры 200 литрового аквариума вот с этой поляны вот вот отсюда до этого было silver powder но посмотрим какая-то будет поведет себя она более низкая и как бы стелется надеюсь что она здесь приживется вот и мог что это за мог честно говоря не знаю был сегодня рынке на рынке на птичьем и приобрел его стоит 10 гривен 10 гривен это мог для сухопутных улиток такой пучок медали сомневаюсь конечно что он выживет потому как муху нужно прохлада тут наоборот будет наверное тепло скорее всего он тут не будет жить но посмотрим дальше значит как я это все делал крышка я вмонтировал обыкновенный светодиод там наверно на 2 ватта можете видеть вот провод пока изоленты это все замотал хотя крышка герметичная крышка двухслойная внутренняя часть пластика внутреннюю часть я вырезал и сам светодиод этот модуль наклеил на металлической алюминиевую часть она сейчас теплая соответственно будет таким образом отдавать тепло изнутри я залил это все термоклеем и наклеил орг стекло чтобы не повредила светодиод в конце видео я добавлю фотки вот и вы посмотрите как это делалось несколько фотографий я оставил и также фотография старой этой баночки литровый который все было вот по грунту какой здесь грунт сейчас я включил свет смотрите на дне здесь крошка лавы на ней я положил сеточку вот и здесь моя собственного приготовления земляная смесь значит что сюда входит обыкновенная земля универсальный грунт токосовый субстрат такое мелкое волокно потом песок кварцевый немножечко того же самого вот вот крошки лавовой и таблетка торфа все это перемешал сюда добавил все высадил эпипремном сверху для красоты засыпал еще лавой ну а мог вот так вот видите бог довольно таки длинные стебли посмотрим очень влага видите есть я опрыскивал тут все влаго есть добавлять больше не буду в общем вот такие вот новости меня испытаем посмотрим посмотрим как это все будет жить предыдущий вариант я говорю он дом 2 месяца жил существовал отлично там еще будут были с природы какие-то растения но они превратились некрасивые бурьяны я их удалил вот но раз уже тут возле аквариума и сейчас он покажу что с двухсотлитровым аквариумом кстати лавовую крошку подсыпал сюда смотрю как это будет выглядеть быстрее всего что заменим в ближайшем будущем ну и конечно же мог как как же без этого я я же не мог не испробовать и поместить его в воду вот он самое главное у меня в обе кусах растет хинодорус горизонтальном в обе пусть и просто нереально огромные листья выпустил просто громадный вот видите листья внизу вот с этими лист листками я его покупал а вот это вот он здесь уже в обе пусть и выбросил и видите у меня вообще хинодорус впервые будет свести по выкидывал стрелки скорее всего даже свести свести будет разбираться подскажите также хинодорус слова кпсс в обе кусах обе курсе растет отлично ну и все остальное тропика тропика что-то там кругленькая есть посредине я не знаю может быть тоже будет какой-то выпускать что-то стрелку или что ли муж там улитки не знаю ну так же в обе кусе криптокарина невеля она отлично тоже тут себя чувствует все хорошо в общем аквариум чувствует хорошо готовлюсь перестановки будет вот на новогодние праздники время скорее всего займусь хочу опять все вот в один угол сместить здесь сделать пространство свободно как было раньше изначально мне так нравится и хочу повторить вот монте-карло радует просто вот смотрите эти штучки я я убрал кстати кто помнит здесь была такая ступенька с монте-карло я отнес ее на акваферму ну и убрал отсюда бальбитис соответственно до его терь не монте-карло поместил отсюда на дно крупные листики зеленый он вот начинает уже ползти потихоньку по кварцу но питание там нет не знаю он там питание же не найдет никакого но тем не менее без питания он же на вот этой лаве роз нормально посмотрим пусть растет достал из недр аквариума и поднял наверх папа рыбник кстати по жителям обитателям минус 2 меченосца самец которая покупала вот этот самец он всех просто он дерзкий он всех уничтожает вот я добавлял сюда самку самка была рубиного меченосца да он ее не знаю загонял так что на выпрыгнула и 2 самец тоже выпрыгнул спасти его не удалось потому как никого не было дома он со скаляриями все в порядке с мелочью тоже все отлично вроде как даже стая не уменьшилась а как бы 50 штук так так и есть плюс минус вот видел одну креветку аммана вот-вот-вот-вот где-то тут она врядалась и окантов тальмуса одного видел тоже когда кормил вот он отсюда с зарослей муцефаландры колокуян муцефаландра колокуян он отсюда выплывал вот вот такие он делал вдруг чеки зеленого цвета а спадаем скоро опять заправлять баллон было было 6 не знаю на месяц нам еще на месяца два может хватит будем заправлять ну и вот сегодняшняя моя поделка на сегодня все кому понравилось ставьте лайки было интересно задавайте вопросы комментируете и до скорых встреч всего хорошего я я я я я я я Продолжение следует... Продолжение следует...